Семёны Семечника берут птичатый сердце. Ну и вы считаете это правильно? Я считаю, что это правильно. А вы знаете, что такое разбой вообще? Знаете, когда коррупционеры у нас не сидят, да... Тогда разбойничать можно. То есть можно быть разбойником, если коррупционеры не сидят. Это странная логика у саморомыша. Я говорю о другом. Вы знаете значение слова «разбой»? Рассказать вам? Я говорю о другом. Вы знаете, какие вещественные доказательства в деле? Детские крестики, обручальные кольца, обувь и одежда. Даже это забирали. А знаете вы, что они автомобили, которые отнимали у сепаратистов, как они говорят, продавали? Зафиксированы факты приобретения автомобилей. И вы такого человека готовы взять под своё поручительство? Вы не думаете, что вы таким образом подводите людей, которые голосовали за самопомощь и думали, что у нас правовое строится государство? Они говорят, беспредел, где можно надеть форму военного и грабить. Следствие суду нужны. Разобраться. А вы им мешаете. Вы мешаете. Ваши собратья заблокировали суд и освободили подельника рачи. Вы им не даёте разобраться суду. Вы давите. Четыре задние, но почему-то написал, что я или там не могу. Вы не даёте. Вы не даёте. Вы не даёте суд. Вы не даёте суд. Я уверен, что патриотный, я так люблю, пана Игоря, должен быть на свободе, должен быть на свободе, должен быть на свободе. Читает ли вы его адресу? Да, конечно, конечно. Я ничего не знаю про материалы, но еще расскажу. У меня глубокое переконание. Я знаю, что такое будет с гражданом, что такое сидеть в тюрьме. Я, в основном, на своем школе испытал 2-3 года, я знаю, что это такое. Поэтому я никому не раджусь там быть и все будет работать для того, чтобы будь-то из гражданского патриотического. Сам до него я вижу, что Игоря, пока что у нас в суду вируса, должен быть на свободе, должен быть на свободе. Это, можно сказать, как человек, как депутата, как человека, который тоже принимает и может брать на себя ответственность за любое действие. Скажите, пожалуйста, еще раз, как Вы зовут? Артем Анко Андрей Викторович, народный капитал 8-го степеня, Радикальная партия Олегович. Спасибо. Будь ласка. Скажите, пожалуйста, а как Вы гадаете, разбойные напады – это образ патриота не споплюжен? Это, конечно, нет. То есть, патриотам разбой можно делать? Конечно, не можно. Конечно, конечно, не можно. А если сепаратисты поступили, тогда можно? Если что? Если сепаратисты поступили, может, тогда можно разбой? Не можно. Не можно. А почему тогда Вы захищаете человека, в которой проходят детские прикрасы, женские прикрасы, автовки, которые были реализованы в других местах далеких от АТО? Також проходят по справе інші цинні коштовні речі. Скажите, пожалуйста, как для справи захисту Батьківщины нужны были батальону Айдар и подразделу под керевництвом Радченко эти речи? Я переконан, что те же факти, которые сейчас не идут до патриота и не могут быть относительно него. Я переконан, что любая человек до веры к Суну должен иметь возможность защищаться. Я сейчас тут с гуманитарной целью. Я еще раз скажу, я не знаю, не знайомый с материалом знал. Я знаю этого хлопца, знаю его два года. Я не видел там никаких автомобилей или детских игрушек. Это моё глубокое, власне, переполнение. Тому я несу персональную и криминальную ответственность за то, что если будет изменен запомежный закон... И он втечет до Ростова, где у него есть паспорт... Если он втечет до Ростова, я буду нести... И вы согласен на это? Я знаю этого человека. Очень просто. Да, это сделать. Никто. У нас есть адвокат, который представляет Айдару. Адвокат, который позвонил, он знал, напевно, он напомню про наши с ним отношения. Они позавчора перезвонили и я сегодня позвонил. Я еще раз скажу, я в своих пороканалях, потому что знаю, что не Мельничук, ни будь-хто, ни Ихолит, ни будь-хто, что Айдара не должен носить в них. Скажите, пожалуйста, вы за какую партию? Какую разницу? Я вам не в комментариях не буду. Пожалуйста, я разговариваю в студию, я не на эфир. Пожалуйста. Но вы народный депутат? Да, народный депутат. А от какой партии секрет? Да нет, без секрета. А почему вы решили защищать Игоря Ираченко? Вы с ним знакомы? Я буду защищать любого из них, которые сегодня здесь стоят. Почему? Потому что они защищали нашу Родину. Они молодцы, они герои. Если человек ошибся или какой-то вина есть, есть следствие, есть другой метод. Но на сегодняшний день тюрьма это не показатель. Вышли, вышел человек, объяснил, посмотрел в глазах однополчанцев, своих солдатов, своих друзей и ответил за вопрос, который им зададут. Вот мое мнение. А вы знаете, что в его подразделении был боец, которого есть подозрение такое, убил этот человек, которого вы защищаете? Не знаю. Вы берете на свою совесть и на свою ответственность. Извините, я на мою совесть возьму любого солдата, который защищает Родину. Любого солдата. Родителей, которым он перед смертью об этом сказал. Если меня убьют, то это сделали вот эти два человека и показал их фотографиями. Я, честно говоря, этого не знаю, не слышал. Пока что можно, но пока что не приобщила прокуратура к материалам дела. Но заявление у родителей написано и факт этот расследуется. Может, он и плохой Мельничук, но одно другому не мешает. Это не вернет. Может, так оно и было. Подождите, то, что кто-то не отвечает за свои преступления, не является основанием отпустить другого, чтобы он тоже не отвечал. Давайте будем последовать. Давайте. Давайте, когда Мельничука отправим. Если можно, я вам скажу так. Сегодняшний день любой солдат, который защищает нашу страну. Если защищает, а не пошел туда обогащаться. Не обогащаться они не дадут. Ни один. Но они не дадут, а он даст вот тот, что мы по телевизору видели. Сегодняшний день любой факт надо доказать. Ну да, понятное дело надо доказать. И солдату надо отсидеть. Я вам открою. Да, открывайте. Большая часть из нас зарплаты не видела. По три, по четыре, по пять месяцев. А что вас-то не смущает, что Радченко при этом обогатил? Радченко? Не вы, ну не вы. Ну Радченко обогатился. Пока вы не видели своей зарплаты, другие были ребята более ушли. Понимаете? Лаборатория до сих пор смотрит в другую сторону. Какую другую сторону? По поводу, по поводу, каких фактов смотрит в сторону? По поводу расследования убийства ШАП? Да не вы, я говорю про Радченко. Нет, нет, нет. Я говорю про Радченко, конкретного человека. Только про него. Вот если у вас есть конкретные доказательства... Конечно, в материалах дела. Конкретные вещи. Автомобили изъяты были в другом городе, очень далеко от линии АТО. Просто мягко так говорят. Ну-ка, ну вы пришли, опять же, прикрывать собой. Меня беспокоит честь того батальона, в котором я воевал. И когда кто-то пытается... Сайт обозревателя. Извините за выражение брызгать. И сайт ОРД. Два. ОРД. Обозреватель. Когда кто-то пытается... Такими обвинениями запертать честь всего батальона... Да при чем тут весь батальон? Зачем вы мешаете мухи и котлеты? Это вот как раз вот. Вот Шабратский тоже погибший. Ни в коем случае. Нет, нет. Я защищаю настоящих бойцов. Понимаете? Которые пошли защищать. Покажите мне свои публикации, где будет написано какие там настоящие... Пользуйтесь интернетом. Пользуйтесь интернетом. Вы найдете...